И у нас с вами сегодня тема «Ихтисаб». Хорошо, то есть «Ихтисаб» это что такое? Это с арабского языка, то есть примерно ожидание награды или же то, что когда человек надеется на награду от Аллаха Субханахума Та'ала. И начинается со слов Муадда, который привел имам Аль-Бухари, известные его слова «Амма анафа ана муакум». Он говорит про себя, что касается меня, говорит, то я сплю и так же, то есть я выстаиваю ночную молитву. То есть я какую-то часть времени я сплю, какую-то часть времени я молюсь. И говорит, надеюсь, то есть из своего сна я надеюсь на то же, что я надеюсь, когда я выставил молитву. То есть имеется в виду, я надеюсь на такую же награду, когда я сплю, подобно тому, как я молюсь. Имеется в виду почему? Потому что, братья, знаете, то есть не можете запомнить это, что у нас в Шариате есть такое правило. Гласит оно на арабском, то что средства берут такое же положение, такую же награду, как и цели этого средства. Но опять же, естественно, средства у нас, как у секты Ихвану Муслимин, не оправдывают, то есть цели не оправдывают средства. У них цели оправдывают средства. Если ты хочешь чего-то хорошего, не проблема, хоть через, как говорится, через бритую бороду, хоть через прелюбодяничую, хоть через рукопожатие с женщиной, вообще никаких проблем, получай то, что нужно. Что касается Шариата, естественно, это абсолютно, то есть никакого общего, ничего общего не имеет с Шариатом. Но у нас есть такое правило, то что человек, если намеревался получить что-то, то есть по своей цели, средства также, то есть входит в цель. Поэтому, то есть каким образом? Не только в награде, вопросах награды и так далее. Например, тот, кто читает слова шейху лисаляму, и удивляется, быть может, почему шейху лисаляму сказал, что является каждому мусульману обязательным муаджибом, является ему знать арабский язык. И человек удивится, Субханом, почему? А то есть ничего трудного нет. Почему? Потому что изучать религию мусульману является обязательным. И в этом нет никакого сомнения. Каждому мусульману является обязательным знать из его религии то, чего будет достаточно ему для входа в его рай, чтобы знать, что такое ислам, что такое и так далее. Это является обязательным для каждого мусульмана. И это возможно познать в полной мере только на арабском языке. Поэтому сам по себе арабский, даже если не является обязательным, но он является из-за того, что он требуется для того, чтобы познать Кур'ан, для того, чтобы познать сунну и так далее, нуждаемся мы в арабском. То же самое, как говорится, доказательство от противного. Как, например, у нас есть хадис посланника Аллаху, что пророк Али Саляту Асалам сказал, что молитва человека в джамааде лучше, чем его молитва в одиночку в 25 или же 27 раз. То есть пришла такая версия, пришла такая версия. И говорит дальше в этом хадисе, который приводил Абу Гурейра, Бухари Муслима, хорошо, пророк Али Саляту Асалам говорит дальше, что каждый шаг, который он делает в сторону мечети, прощает ему один его грех и также поднимает его степень в раю. И ученые говорят, что как поход в мечеть, так и обратно возвращение, то есть заходят туда. Почему? Потому что и то, и то средство. То есть как твой поход, так и возвращение. Потому что ты, как говорится, до сих пор все это время в поклонении Аллаху Ану. То есть так сказали некоторые ученые. Поэтому здесь Муад Радей Аллаху Ану говорит, что когда он спит, почему он спит? Для того, чтобы у него была энергия для будущего поклонения Аллаху Субхану Ану. Поэтому он надеется, что за этот сон ему будет также написана награда. Опять же у нас также человек не должен уходить в другую крайность. Мы знаем то, что у нас заходит в категорию битра, в нововведение, в религии. Если человек путем дозволенного, путем мубаха, то что его хокам это всего лишь дозволенное, это нежелательно, это необязательно. Если человек через дозволенное, например, кушает что-то определенное, или же не кушает что-то, пытается приблизиться к Аллаху Субхану Ану, и этот человек заходит в нововведение. Как человек, который отказывается от мяса, говоря, что я ради Аллаха Субхану Ану никогда не буду кушать мясо, или же никогда не женюсь и так далее, это все является битра Субхану Ану. То есть никакой основы не имеет в исламе Аллаху Субхану Ану. Поэтому, возвращаясь к этим словам, так как он спал, то есть опять же, но твоя еда, или же твой поход, твоя ходьба, еще что-то, питье твое и так далее, оно будет тебе награждено, то есть тебе будет награда за это, если ты этим намеревался получить что-то, то есть желаемое Аллаху Субхану Ану. То есть, например, человек покупает машину только по одной цели. Ему она нужна, чтобы ездить, например, на уроке требовать знаний, потому что, то есть пешком он не может этого сделать, на такси у него денег нет. Если он покупает машину с этим на время, иншалла тали, за эту покупку он берет награду. Также каждый раз, когда он заливает в нее бензин, когда он в нее садится, едет в сторону своего урока, иншалла тали, за все это он получает награду. И если человек будет иметь это намерение, то иншалла тали, иншалла тали, он Субхану Ану не будет замечать ни растрат, то есть ни затраты он свои замечать не будет ничего, и, ахамду лля, вся жизнь у него будет полна бараката. Поэтому, когда человек желает что-то дозвольное, путем этим приблизиться к тому, что обязал Аллах Субхану Алилижи, сделал желательным Аллах Субхану Алилижи, посланник Али Сарату Асламу, он за это получает награду. Я думаю, иншалла тали, этот вопрос понять. Так же Туфейль ибн Абе-Ка'б рассказывал, рахима Аллах, наукяна яти Абдуллах ибн Аумара, радия Аллаху анхума, фаягду ма'гу иля сух, говорит то, что Туфейль ибн Абе-Ка'б, он приходил к Абу-Умару, радия Аллаху анхума, то есть поутрам, и они днем шли на рынок. Калла, файза гадавна иля сухи, лам юмарр, ау лам ямур Абдуллах ибн Аумара аля сақкат, и говорит, когда мы шли на этот рынок, мимо кого бы не проходил Абдуллах ибн Аумар, будет человек, который всякую требуху продает, какой-то, как говорится, не первосортный товар, или же какой-то действительно торговец и так далее, или же это будет бедняк, мимо кого бы он не проходил, он каждому давал салям. Я, говорит, сказал, то есть зачем ты ходишь на рынок, если ты не собираешься, там ничего покупать, то есть ты даже не спрашиваешь про их товар, то есть никак не торгуешься, то есть нигде ты там не садишься, то есть просто мимо проходишь. Аллаху алям, то есть к чему возвращаются эти слова Аллаху. То, что говорит Абдуллах ибн Аумар, мне ответил, говорит, то есть он сказал, о толстый, сказал ему хотя, потому что Туфаэль у него был живот, хорошо, то есть дословно переводится отец живота, но имеет слово толстый, говорит, толстяк, послушай меня. Поистине мы идем туда, чтобы дать салям, поэтому дай же салям тому, то есть тому, кого ты встретил на своем пути, то есть всем нужно давать салям, и это из проявлений, то есть, как говорится, общих обрядов ислама, то есть явных обрядов ислама, это очень хороший обряд и обычай для мусульман. Так же Салих ад-Даххан говорил, рахмахуллах, ан-наджабир ибн Азейдин, радаиллаху анху, канала юмакису фи-талат, говорит, Джабир ибн Азейд никогда не торговался в трех вещах. Филь кира ила Макка, вафир ракабати, ес шрига лил айтик, вафир адхия. Говорит то, что если это был, то есть путь в Мекку, то есть он, либо он караван, или еще что-то, то есть наряжает что-то в Мекку, или же идет сам в Мекку, не торговался там, или же если он выкупал кого-то, то есть чего-то раба, чтобы отпустить его, или же если он залезал в жертвенное животное. Также он никогда не торговался ни в какой вещи, через которую он желает приблизиться к Аллаху. И действительно, зачем торговаться в той вещи, которую Аллах тебе вернет сполна, то есть что бы ты ни потратил на пути Аллаху, оно обязательно вернется тебе в Аллаху. Как говорят постоянно братья, брат, давай торговаться по Сунне, по Сунне, торгуемся по Сунне. Чья это Сунна Хасавюртовская, или же это действительно Сунна Пророка, никогда в жизни не видел такой хадис и так далее. Наверное, если у кого-то есть хадис, бисмилля, как говорится, действительно, что это и Сунны, никогда такое не слышал от Пророка. Мухаммад Ибн Рашид говорил, передавал Макхуля, Макхуля Шами, что он, то есть Макхуля Шами, то есть известный Таби Айм, что он как-то проведал Хакима Ибн Хизама Хакима Ибн Хизама, удивительный сподвижник, он прожил 120 лет. Жил он 120 лет, 60 лет был многобожником, 60 лет был мусульманом И он когда пришел к больному Хакиму Ибн Хизам, то есть он болел, был на кровати своей, пришел к нему проведать его Макхуля Шами, и он сказал ему, как ты думаешь, ты в этом году, то есть на джихад сход, то есть пойдешь? И он ему ответил, как ты меня спрашиваешь свой вопрос, то время, как ты видишь мое положение, то есть куда мне? Говорит, а в чем проблема? Говорит, почему бы тебе не намериться этого? Если Аллах Субхану Таля вылечит тебя, то ты действительно пойдешь и будешь сражаться на пути Аллах Субхану Таля, а если же этого у тебя не получится, то есть до этого настанет тебя, то есть настигнет тебя смерть, тогда тебе будет записано по твоему намерению. Как мы уже много раз говорили о том, что мусульманин, то есть его намерение, оно намного обширнее, чем его дело. Поэтому пусть человек не скупится ни в коем случае на намерение и, как мы уже говорили на прошлом уроке, то, что обязательно, когда он намеревается что-то, чтобы у него было правдивое сердце. Что не просто так, он, а, давай-ка я вот это намерюсь, хотя если у него это действительно будет, он этого не сделает никогда. Чтобы Аллах Субхану Таля не испытал тебя и ты не опозорился в Аллаху Муссан. Также Фудайл ибн Айад, рахима Аллах, говорил, Говорит, Дуния, говорит, 7 тысяч лет. Я, иншалла, все эти 7 тысяч лет буду поклоняться, говорю, быть может, тогда я спасусь с того дня, который будет, то есть тысячу лет, как Аллах Субхану Таля сказал об этом, то есть просудный день. То есть пришла Хамсина, и также Альфа Сана, то есть пришло тысячу лет и 50 тысяч лет. И говорит дальше Фудайл ибн Айад, то что говорит, И быть может, после того, как он это сказал, он даже один день не прожил, и Аллах Субхану Таля вознаградит его по его намерению. То есть ему будет записано 7 тысяч лет поклонения. Аллаху Айад. Томан. Также Суфьян ибн Забид говорил, Рахима Аллах. Ясорунянянякуналификуллище иниятунхаттафилакливаннаум. Он говорит, мне приятно, что у меня, то есть мне будет, как говорится, Люба, Люба мне будет, если у меня будет намерение в каждой, каждой вещи, даже в еде, то есть в моем, то есть когда я сплю. То есть когда я кушаю, когда я сплю, желаю, чтобы у меня везде, везде присутствовало намерение, то есть какое-то благое намерение в этом. То есть когда я кушаю, чтобы зарядиться энергией для поклонения Аллаху, когда я сплю, чтобы опять же получить энергию, чтобы отдохнуть, для того, чтобы поклоняться Аллаху, как говорится, все лучше и лучше. И так далее. Также Хасн-Аль-Басри, рахима Аллах, говорил Субхан Аллах, говорит величайшие слова. Говорит Хасн-Аль-Басри, рахима Аллах, я, говорит, куда бы я ни посмотрел, что бы я ни сказал, куда бы, как говорится, моя рука ни делась, куда бы, то есть я не встал, чтобы пойти куда-то, я обязательно смотрел, является ли это поклонением Аллаху, то есть подчинением или же это является ослушанием. Если же в этом подчинении, то есть Аллаху, то я обязательно совершал это. А если же это ослушание Аллаха, то тогда я останавливался и отдалялся от этого Аллаху. Также Абдурахман, ибнумахди, рахима Аллах, говорил, говорит, если бы я, то есть если бы я не ненавидел, чтобы кто-либо ослушался Аллаху, то тогда я непременно бы пожелал, чтобы каждый человек, кто только, то есть не находится на этой земле, то есть в этой стране, в которой я нахожусь, кроме как он обязательно, то есть чтобы сделал про меня рыба, то есть как-то оклеветал меня или же, то есть поклёпом занимался, то есть сплетничал обо мне и так далее. Что может быть более приятнее, что какой, как говорится, сюрприз будет лучше для человека, кроме как, субханаллах, то есть какое-то благое дело, которое человек увидит в своей, как говорится, то есть в списке своих благих дел, судный день, который он даже не совершал. То есть кто-то про тебя что-то говорил, то есть он по-любому придёт в судный день и отдаст тебе свои благие деяния. И, субханаллах, посмотрите, братья, праведность, и вот это действительно настоящий таухид, братья. Это единобожие, это то убеждение, которое должно быть у каждого мусульмана. Смотрите, как он начал свои слова. Если бы мне не было бы ненавистно, что кто-то, то есть ослушается Аллах, субханаллах, то есть смотрите, братья, и так должно быть у каждого мусульмана. Поэтому, братья, наш призыв строится. Почему мы призываем людей к Аллаху, субханаллах, потому что, братья, мы любим Аллах, субханаллах. И тот, кто действительно любит Аллах, субханаллах, никогда не желает, чтобы кто-то предавал ему кого-либо, все товарищи. То есть мы, братья, любим это для людей, потому что мы любим Аллаху Субхану Аталию. Мы хотим, чтобы все поклонялись одному только Аллаху Субхану Аталию. И в этом благо для этих людей, Субхану Аллах, если бы они только знали Аллаху Мустаану. И поэтому, братья, тот человек, который совершает поклёп, как-то клеветает людей хорошо, то есть клевещет за ними, или же что-то про них говорит, сплетничает и так далее, этот человек просто делится с ними благими деяниями. Субхану Аллаху Субхану Аталию создаёт людей, которые, то есть Аллах, Субхан Даля, знает, что мы слабые, какой-то учёный, чтобы получить великие степени, быть может, у него не будет времени из-за того, что он занят своими знаниями и так далее, на какие-то дополнительные виды поклонения. Хотя он, конечно, должен, несомненно, поклоняться и быть примером для других поклонений, но всё равно, чтобы, как говорится, всё его время было забито поклонением, не получится. То есть я имею в виду какие-то именно телесные деяния, а также, естественно, получение знаний это излучает желательно поклонение. И поэтому Аллах, Субхан Даля, создаёт народы, и которые говорят что-то про него, в интернете везде пишут, а ты такой-то, а ты Мадхалит, а ты Джамит, а ты Халабит, а ты ещё какой-то Ит и так далее, Вахабист и так далее. Почему? Для того, чтобы Аллах, Субхан Даля, когда собрал всех суд на день, у них были горы благих деяний, которые они даже не совершали, но вот этот вот клавиатурный герой или же ещё кто-то, ещё кто-то говорил что-то про него, и Аллах, Субхан Даля, забрал и сделал тщетными его деяния. А чаще всего у этих людей, естественно, не бывает никаких благих деяний, поэтому они просто заберут грехи тех людей, Субхан Даля, до тех пор, пока они не очистятся от всех грехов в судный день и не зайдут, как говорится, из любых врат в врат рая, который только не пожелает. И это наше мнение, как говорится, о наших учёных. Пусть Аллах, Субхан Даля, простит их и помилует, и соберёт нас вместе с ними в судный день и вместе с Пророком Алейсалату Салам, вместе с его сподвижниками. Также люди сказали То есть, почему бы тебе из тени, в котором ты находишься, не выйти к солнцу? Говорит, эти шаги, я не знаю, будут ли они записаны для меня или же будут они записаны против меня. Субхан Даля, даже шаг не совершал. То есть, Аллаху Аля, видимо, в тени, как, например, в наших странах и так далее, холодно. То есть, ты почему с холода не уйдёшь? То есть, там, где тебе будет тепло, то есть, встань под солнце, здесь жарче, то есть, тебе там трудно. И он просто боится сделать шаг только потому, что не знает, будет ли этот шаг записан для него или же он будет против него. Ибн Раджи, врахима Аллах, говорил об этом. Говорит, Субхан Даля, эти люди, когда исправились их сердца, не было в их сердцах чего-либо, кроме как желания одного только Аллаха, и тогда исправились их тела. И говорит, поэтому их тела не двигались ни к чему, кроме, то есть, как говорится, кроме того, как бы они двигались в сторону Аллаха, и в сторону того, что было бы любимо, или же, то есть, чем доволен Аллах, Субхан Даля, Аллаху Акбар. Это очень великое, братья, степень просим Всевышнего, Аллаха, Субхан Даля, чтобы он нас исправил, исправил наше деяние. Я, говорит, не шагал уже 40 лет, даже один шаг не совершал, то есть, не ради Аллаха, Субхан Даля, то есть, для чего-то скверного и так далее. Забыл, Субхан Даля, сказать, в авторе, который я приводил, то есть, мы читали, Абду Рахман Ибн Махди, он сказал такие слова, Чтобы, то есть, не перевели мы как, чтобы никто в этой стране не остался, кроме как что-то про меня сказал. Слово Меср, если подразумевается под ним именно страна Египет, то тогда оно обязательно пишется без Алиф-Лама, то есть, оно бывает, то есть, как будто бы накер, но на самом деле, Маарифа, потому что это имя собственное, и оно обязательно бывает Мамну Амин Ассаров, то есть, ему нельзя Касру ставить, то есть, вместо Касра у него будет всегда Фатха, то есть, ты скажешь Анафи Месра, хорошо, то есть, Тамам, то есть, это если имеется в виду Египет. Что касается самого слова Меср, и Джамма, у него будет множественное число, у него Амсар, это значит, какая-то земля, какая-то страна, как слово Балят на арабском, например, Тамам, и оно, то есть, если не Касру берет, и все, что хочет берет. Тамам. Также говорил Абу Салиман Аб-Дайран, и рахимахуллах, ман амиля шейн минануа и хайри вилания, аджзаат в нияту л'уля, Субхану, вот это очень важные, великие слова. Говорит он, тот, кто совершит какое-то дело из благого, без какого-то определенного намерения для этого, ему хватит его первого намерения. Хейнахтара л'исляма аля ладьяни куллах, когда он выбрал для себя ислам, помимо остальных всех религий. Лианна хадал амаля мин сунани л'исляму, мин шаари л'ислям, потому что это деяние из, как говорится, обычаев ислама и из обрядов ислама. Потому что некоторые люди, то есть, они, как говорится, взяли себе, то есть, немножечко чрезмерность, можем так сказать. То есть, это мнение некоторых ученых, что обязательно является в каждом деянии, чтобы ты вспоминал, у тебя было какое-то намерение. То есть, ты пошел в мечеть, вернулся. Если ты, когда выходил из дома и когда ты брал омовение перед тем, как пойти на молитву, не было у тебя в сердце намерения, что ты сейчас будешь каждый шаг делать и это обязательно для тебя будет награда и так далее, то тебе не будет этой награды, потому что награда только по намерению, как Аллах, посланник алей саляту ассалям сказал, совсем правильно. Если человек действительно будет вот так, как говорится, следовать за каждым намерением и так далее, вспоминать каждый хадис, он просто сойдет с ума, субханну Аллаху ассалям. Поэтому, то есть, не является основой. Конечно, человек должен знать и у него должно быть это в общем в сердце, то есть, с этим никто не спорит, но вместе с этим каждый раз, когда он совершает, когда он дает садаха, что именно вот я сейчас даю садаха и у меня в сердце, что я надеюсь все хадисы, которые пришли по поводу садаха и так далее, быть может какие-то, то есть, достоинства, милостини, человек не слышал. И неужели, когда он с искренним сердцем дает эту милость, милость у него Аллах, субханну Аллах, лишит его этой награды. Аллаху ассалям. То есть, никто, естественно, так об Аллахе, субханну Аллаху ассалям не думает, поэтому, иншалу Аллаху ассалям, как сказала бы Сулейману ранее, то есть, золотые слова, рахмам Аллах, то, что человеку хватает, иншалу его первое намерение, когда он в общее, то есть, это называется Аниятуль Амма, то есть, это общее намерение, когда он выбрал Ислам со всеми его обрядами, со всеми его обычаями, потому что тот, кто выбирает Ислам, надеется на награду в Исламе, как это приходит в хадисе Амр Абдул-Аса, радаиллаху ану, который привел имама Аль-Бухари, когда он хотел принять Ислам, и пророк, алей саляту ассалям, протянул ему руку, то есть, он присягнул ему, и он протягивая руку, вернул, забрал свою руку, и посланник Алей-саляту ассалям удивился, и он сказал, я, говорит, приму Ислам, но у меня есть условия, посланник Алей-саляту ассалям сказал, Машар, только что за условия, и он сказал, я ставлю условия, чтобы было прощено мне все то, что я совершал до этого, субханаллах, мискин, вспомнил те деяния, которые были у него во время Джагири, и не знал то, что Ислам стирает все грехи человек, и когда принимает Ислам, то есть, становится, как говорится, жизнь чистого листа, и тогда, субханаллах, посланник Алей-саляту ассалям улыбнулся, и сказал, Ислам стирает все то, что было до него, Аллаху мустаам, тамам. Как-то раз, у сестры моей была подруга, русская девочка, баракаллафига, она потом Ислам, аль-хамдуля, приняла, и сестра постоянно с ней на тему религии общалась, и, аль-хамдуля, девочка заинтересовалась, даже к нам в гости приходила, ну, к сестре приходила, и, субханаллах, как-то уже пришло время, что уже моя сестра ей в открытую сказала, что уже все, то есть, перед тобой стоит вопрос, уже не приму ли я Ислам или нет, а вот когда, то есть, уже начала форсировать, как говорится, события, аль-хамдуля, и по милости Всевышнего Аллаху, субханаллах, у нас дома, она произнесла шагаду, субханаллах, и это было в ночь, если я не ошибаюсь, в ночь первого Рамадана, то есть, вот уже завтра начинает Рамадан, и, субханаллах, какого же блага, как говорится, желал Аллах, субханаллах, этой сестре, она до сих пор мусульманка, аль-хамдуля, что, субханаллах, ее чистый лист начался с Рамадана, пусть Аллах, субханаллах, облегчит ей, укрепит ее на Исламе, и ведет ее в райские сады. Таамам. Следующая, братья, у нас тема, это 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 то, как Аллах, субханаллах, Субханаллах, говорит, Абубакар, это наш господин, и он, то есть, выкупил раба и отпустил раба Билляля, который также является нашим господином. Аллаху Акбар. Смотрите, братья, Омар, он господин своего народа, то есть, он, имеет великий вес в своем народе, Курайшит, богатый, известный, сильный, мощный, и вместе с этим Билляем, который является чернокожим рабом, то есть, субханаллах, с такими никто не считался тогда, даже сейчас вы слышите, то, что по всему миру, то, что постоянно расизм, нерасизм, что люди, понятное дело, что у нас, по милости Аллах, в исламе, хоть ты серо-буро-малиновый, абсолютно, то есть, ты такой же, как любой Курайшит, если ты в исламе, и ты праведный саляфит, то абсолютно никакой разницы между вами нету, как посланник, салаллаху алейкум, сказал, разница будет лишь в богобоязненности, кто из вас более богобоязненный, тот и лучше перед Аллахом, субханаллаху алейкум. И вместе с этим, Умар, радаиллаху ану, говорит, то, что это наш господин, говорит про бывшего, чернокожего раба, Аллаху алейкум, Аллаху алейкум, Аллаху алейкум, тамам, то есть, сказал такие слова, этот афар привел имам Аль-Бухари. Также, следующий афар, кто следит, то здесь немножечко опечатка, субханаллаху, которую я сначала удивился, вначале не все имена указываются, то есть, на самом деле, начинается он таким образом, то есть, то что пришли к двери Умара, радаиллаху ану, Сухейль ибн Амар, Абу Суфьян, ибн Харб, и остальные, то есть, как говорится, взрослые из Курайшита. То, что субханаллаху, и тогда вышел, как говорится, вот тиль кальмавали ладина, то есть, вернемся, как говорится, к книге, вот тиль кальмавали ладина шахиду Бадран, то есть, и также остальные, вольные отпущеники, рабы бывшие, которые участвовали в битве при Бадар. И тогда вышел Умар, то есть, не Умар, точнее, а его, как говорится, прислуга, который говорит, входить как дворецкий, ты входи, ты не входи, и так далее. И он разрешил зайти этим вольные отпущеникам, которые участвовали в битве при Бадар, и оставил вот этих людей, Аллаху Мустан. И здесь Аллаху Алям, то есть, либо же это было до Ислама, то есть, до Ислама Абу Суфиана, Сугейлибну Амар, но Аллаху Алям, наверняка, наверняка, все же это было после Ислама, на что наверняка указывают слова Сугейлибну Амар. То есть, уже они приняли Ислам, все они мусульмане, но вместе с этим, эти хоть и вольные отпущеники, а эти коройшиты, еще и высокие, то есть, как говорится, знатные коройшиты, но эти, субхану, участвовали в битве при Бадар. А те, кто участвовали в битве при Бадар, мы знаем, что это среди сподвижников считаются самые лучшие. То есть, я думаю, можно, как говорится, как повторение, вспомнить о том, что самый лучший сподвижник, это кто у нас, самый лучший сподвижник, это, в первую очередь, то есть, Мухаджиры, а затем Амсар. То есть в первую очередь это те, кто совершили хиджру с пророком из Мекки, а затем те, кто были в Медине. Из них самые лучшие это 10 человек обратных в рай. Хорошо, то есть затем те, кто участвовали в битве при Бадр. Затем те, кто участвовали в присяге Беатур-Радуан, которая была после Сульхан-Худайбия, точнее перед Сульхан-Худайбия. Затем те, кто приняли ислам до открытия Мекки, затем те, кто приняли ислам после открытия Мекки. Во всем, во всех них, естественно, благо. И все они сподвижники посланника Али Салату Асрам. Но таким образом они, как говорится, по своим степеням. И поэтому, естественно, те, кто участвовали в битве при Бадр, неподобны тем, кто в ней не участвовал. Более того, принял ислам только после открытия Мекки. И опять же, это ни в коем случае не является опорочиванием сподвижников и так далее. Потому что есть такие, Субханаллах, скверные люди, которые говорят что-то про Абу Суфьяна и так далее. Хотя он был прекрасным сподвижником Пророка Али Салату Асрам после того, как уверовал. И тогда Абу Суфьян сказал, Субханаллах, Говорит, я, говорит, Субханаллах, такого еще никогда не видел. То есть так это мне трудно далось. То есть разрешил он зайти этим рабам, говорит, а нас мы, говорит, стоим у его двери, даже не посмотрел на нас. И Субханаллах сказал такие слова, и он был очень разумным человеком. Он даже до ислама, до ислама, то есть звался Хатыб Курайш, то есть он был Хатыбом среди Курайшитов. И он сказал, Субханаллах, великие слова. Субханаллах, говорит, о, люди, говорит, о, народ, клянусь Аллахом, я вижу, что творится с вашими лицами. Если вы злитесь, то злитесь только на себя. Субханаллах, говорит, этих людей, то есть, как говорится, этих людей позвали и вас позвали. Они же поспешили, а вы, Субханаллах, замедлили. То есть вместе у всех вас звали к Исламу. Посланник, алейхи саляма, призывал нас всех, но они ответили раньше нас. Более того, мы сражались с ними, Субханаллах. А затем только мы ответили. А что же, говорит, какое будет у вас лицо, Субханаллах, когда в судный день позовут их, а вас не позовут. Клянусь Аллахом, то, в чем они вас опередили из достоинства перед Аллахом, Субханаллах, который вы даже не замечаете, намного, то есть, как говорится, жестче для вас, чем вот эта вот дверь, которую, Субханаллах, вы сейчас видите, которую вы, как говорится, стремитесь к ней. И тогда он поднял свою, то есть, одежду и ушел оттуда. Аллаху, ну, Субханаллах, рекомментирую, это сказал, И говорит, клянусь Аллахом, говорит, правду, сказал Сухейль, никогда Аллах, Субханаллах, не сделает из своих рабов, которые ответил ему раньше, подобным тому, кто ответил ему позже, Аллаху, ну, Субханаллах. И это, братья, касается любого человека, который хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь плохое подумал про сподвижников, прославников, алей-сарат-усарат. Братья, Субханаллах, побойтесь Всевышнего, Аллаху, субханаллах. Это, братья, люди, которые в первую очередь ответили пророку, алей-сарат-усарат, свои жизни клали за эту религию. Мы сегодня, братья, как говорится, только апахала нам не хватает. Да и апахала, у кондиционера есть. То есть, как говорится, то есть, Субханаллах, пребываем, братья, в благоденстве, просто в милостях Аллах, Субханаллах, только по причине, то есть, как говорится, Аллах, Субханаллах, сделал этих людей причиной тому, что, то есть, дошел до нас ислам, дошел, братья, для блюдечки, все разъяснено, все понятно, Субханаллах, люди уже сражались, тебе ничего не нужно сделать, тебе нужно просто сказать «Ля и ля и Аллах» и подчиняться Всевышнему Аллаху, Субханаллах, не предавая никого ему в святого отчета, братья, наивеличайшие люди, которых только создавал Всевышний Аллах, Субханаллах, после пророков и посланников. И как, Субханаллах, как находится человек, хотя это в Аллахе не человек, клянусь Всевышним Аллахом, Субханаллах, братья, рафидитов мы не называем ослами только по одной причине, потому что ослы единобожники, и ослам будет обидно, если мы сравним их с рафидитами. Это самые скверные люди, которые ходили по земле, Субханаллах, которые смеют говорить что-то про лучших сподвижников-посланников, более того, они говорят, что большинство из них стали кафирами после того, как уверовали «Валлахи, валлахи, это они кафиры, Субханаллах». А самые далекие люди от ислама, Субханаллах, те, кто, когда человек идет, как говорится, на север, мусульманин, рафидиты идут на юг, Субханаллах, вот эти люди. И это их убеждение, Субханаллах, это является куфр, вообще никаких сомнений в этом нету. Поэтому ученые даже и разногласили, то есть, как говорится, в вопросах простолюда, рафидитов, то, что является ли они кафирами или нет. И да, ученые, большинство сказали, что те, кто не знают даже этих убеждений, просто потому что мама, папа рафидит, я говорю то же самое, но я никогда в жизни не говорил там ни про Айшу, ни про Бахра и так далее, и нет у них этих убеждений. Да, в их вопросе мы останавливаемся, но что касается тех знающих из них, в этом, братья, нету сомнений, если это Субханаллах, не кафир, то Аллаху Алим, кто вообще является неверующим на этом свете, Аллаху Мстану. Камам. Ибн Айша рассказывал, то есть, от своего отца передавал, говорит, «Каля хаджа Хишаму бна Абдель Малик, кабли анделияль хиляфа». Хишаму бна Абдель Малик до того, как стать правителем, он совершал хадж. «Фачтаха дания сталима л-хаджара фалям юмаккингу». Говорит, и когда он пытался, то есть, как-то поцеловать камень, не получилось у него это сделать. «Каля ваджа Али ибн Хусейн, рахима Аллах, фауакафа ля у нас, вот она хау хатта сталям». И когда проходил Али ибн Хусейн, то есть, Али, сын Хусейна, сын пророка, алей салату ассалам, то есть, точнее, правнук пророка, алей салату ассалам, то тогда все люди остановились. Отошли, чтобы он смог поцеловать камень и пойти дальше. И тогда, то есть, люди сказали Хишаму, точнее, люди сказали, то есть, Хишаму, да, спросили его, кто это, Манхада сказали, кто это такой, и он сказал, я не знаю, кто это такой. И Фараздах, то есть, известный поэт, сказал, Лякин не Аарифу, хаада Али ибн Хусейн. Фараздах сказал, но я знаю, кто это такой, это Али, сын Хусейна, и сказал такие слова в стихах. Говорит Субхана такие слова. Это говорит сын лучших рабов Аллаха Субхана Талля, то есть, абсолютно всех. Это говорит богобоязнный, чистый, то есть, чистый, очищенный, то есть, известный. Это тот, которого даже Бадха, то есть, это местность Мекки, знает, когда он шагает, даже она знает его. И знают его, то есть, как говорится, что Кааба знает его, что Ха, то есть, запрещенные места, то есть, священные места Мекки, что любое другое место знает, кто это такой. То есть, люди, Субханна, как говорится, желают ему только, как говорится, спокойствия, или же, наоборот, все расходятся для того, чтобы он совершил, то есть, спокойно, поцеловал камень и так далее. Если его видят Курайшиты, то говорят они из них, то что говорит Субханна Аллах, настоящая щедрость и настоящее величие, то есть, настоящий, можно сказать, почет, вот говорит у него Субханна, то есть, у него и подобным ему. То есть, имеет правый семейство пророка Али Салам Али Салам. Если говорит про вери, Субханна, то есть, или посмотреть на самых богобоязнях, то они Субханна, имамы этих богобоязнях. Или, если спросить у них, кто самые лучшие люди на земле, то непременно мы скажем они. Это говорит сын Фатимы, то есть, имеется у внук Фатима. Хорошо. Если ты его не знаешь, то Сабхана знает же, что его дед, имеется в виду прадед, то есть его дед был, то есть прадед был последним пророком. И то, что ты сказал, кто это, ему абсолютно не навредит, ведь его знают арабы, его знают не арабы. Он опускает взор, говорит, из стеснения, хорошо, потому что он стесняется, другие же опускают перед ним взор из-за того, что они испытывают к нему почтенный страх и разговаривают с ним только тогда, когда он улыбается, то есть только тогда, когда это время, чтобы поговорить с ним. Сабхана сказал такие великие слова. Прабравнуто послание к Аллаху, саллаллаху алейху ассалям. Также Аш'аф ибн Шу'аба рассказывал, говорит, Говорит, Аш'аф ибн Шу'аба рассказывает, что Аш'аф ибн Шу'аба, правитель, пришел в Ракка, то есть приехал, когда он вместо Ракка, то есть Аллаху алейху, это один из, по-моему, даже сейчас Ракка называется, город Ирак, если я не ошибаюсь. Хорошо, то есть и люди, субханаллах, побежали все за Абдуллах ибнолу Бараком, что даже у некоторых рвались сандалии на этом пути, и поднялась пыль, то есть все, субханаллах, бежали, что там Абдуллах ибнолу Барак. И говорит, тогда одна из жен, то есть Гаруна Рашида, правителя проверных на тот момент, посмотрела со своей башни, или же со своего дворца, посмотрела она. Когда она увидела, то есть этих людей, она спросила, что это? Хорошо, то есть идут не к правителю, а идут к какому-то человеку, кто это такой, что случилось? И тогда ей сказали, Это, говорит, великий ученый из Хурасана, он приехал в Ракку, его, то есть зовут Абдуллах ибнолу Барак. И она тогда сказала, субханаллах, Гаруна говорит, это, клянусь Аллахом, действительно, царство у этого человека в руках. Не царство, Гаруна, который, чтобы собрать людей, ему нужны помощники, и нужна, как говорится, полиция, субханаллах, чтобы заставить людей слушать и помочь Аллаху, то есть или же что-то сделать, Аллаху, саам. И также последнее, иншалат, на сегодня это от Теби рассказывал от своего отца. Говорил, что И тогда Сулейман ибн Абдуллах, то есть сын, или же даже правителем он был, то есть или же он был визирем, то есть или же он был сыном Абдуллах, Абдуллмалик ибн Маруан, то есть известный, то есть правитель своего времени. И тогда Салим на нём была такая холщовка, такая грубая одежда, изношенная уже. И Сулейман настолько его приветствовал, то есть настолько возвеличивал его, что посадил его с собой на свою ложе. Он также был в этом маджлисе. А это кто был? Салим Ибн Абделя, это был братом его матери. То есть мы знаем, что Омар Ибн Абделазиз был правнуком, да, правнуком получается, или же внуком Омара, правнуком Аллаху Али. То есть у них была родственная связь между ними. То есть и там присутствовал Омар Ибн Абделазиз. И тогда один был в самом, как говорится, заднем месте, в самом заднем ряду. И он подошёл к Омар Ибн Абделазизу и сказал, Говорит, почему твой дядя, говорит, брат твоей матери, почему он не одел нормальную, хорошую, такую красивую одежду, когда он, субханом, приходит к правителю правоверно, то есть был недоволен тем, что что за холщовку он надел. Почему, субханом, в такой одежде приходит правитель, мы тут все из себя, то есть вычурную одежду какую-то красивую и так далее, всё, как говорится, самое лучшее надеваем, когда приходим к правителю, а твой дядя просто пришёл, как будто бы к какому-то своему другу, то есть за картошкой зашёл. Что это такое? То есть и тот, кто это спросил, он в такой, то есть богатой, хорошей одежде был. И субханом, Омар Ибн Абделазиз сказал ему такие великие слова. Субханом, говорит, я не заметил, говорит, что вот эта одежда, которая на моём дяде, она, то есть спустила его до твоего места, и твоя одежда, я не вижу, чтобы она подняла тебя до места моего дяди, субханом. То есть это указание на что, братья, что ни одежда, ни твоя машина, ни твоё богатство, ни это, субханом, как говорится, ставит тебя на великое положение. Разве ты не видишь бедных, бедолаг, учёных, субханом, у которых ничего абсолютно нету, знает их каждый человек. Знаете, когда слышат его имя, субханом, боятся, сегодня скажите имена Бухари, Муслима и так далее, скажите, этих имамов знают их абсолютно все. А даже если их кто-то, субханом, какой-то человек не знает их, то, в Аллахе, в Аллахе, это абсолютно им не навредит. Поэтому, братья, вот это действительно, как говорится, это достоинство перед Аллахом, субханом, это величие. Величие оно в знаниях, это, братья, величие, подчинения и поклонения Всевышнего Аллаха, субханом, утааля, просим Всевышнего Аллаха, субханом, утааля, чтобы он украсил наши дела и наши сердца до того, как украсил наши тела. Аллаху мусану, иншалу, на этом мы сегодня завершим. Хаза в Аллаху Айла, в Айлаху, саля Аллаху, аля Набиина Мухаммад, аля Алии и Асхабиа Аджмайин, и я жазаكم Аллаху Хейра.